Ирина Николаевна, у меня нет мужа и детей. Работа для меня все. Возраст пенсионный. Подскажите, как подготовиться к выходу на пенсию? Так есть ли у вас вот такая жизнь, которую вы себе сложили? Почему вдруг вы решили, что пенсия ваш рубеж? Давайте мы посмотрим. Вы сейчас где-то работаете, допустим, получаете за это энную сумму денег в зависимости от нужностей, нравится, не нравится вам на том месте работать, насколько это вообще работа, с чем она связана. И пока вам выходить на пенсию, вы бы уже сейчас чем-то для души начали заниматься. И пока бы одно переходило в другое, собственно говоря, пенсия – это какой-то рубеж, который остался у нас с Авдепи еще о том, что вот я сейчас выйду на пенсию, буду отдыхать. Ну с чего вдруг-то? Это такое состояние, все закончилось. Опять вот эта полуправда, полуложь. А когда вы работаете не потому, что вам нужны деньги, а потому что вам классно заниматься тем, чем вы занимаетесь, вы там чему-то в процессе этому учитесь, ну почему такие пределы ставите, это вот такой, как шлагбаум поставил, все. Вот я огромное количество в свое время знала людей, которые выходили на пенсию, особенно мужчины такие, всю жизнь положившиеся на чужое предприятие, там государственное, да. Вот они там все думали что-то, они там что-то вот прям вот так вот вложат, их оценят, там еще там, ну жизнь, нервы, все на свете. И чаще всего такие люди, особенно руководящие должности, через полгода выходящие на пенсию, они просто сгорали, заживо сгорали, они болели, они ссыхались, они стали ненужные. Потому что вот это вот во имя чего-то, кому-то это надо, это вот надо что-то двигать, не пойми за что, потому что там вот куда-то кто-то сказал, вот это вот все там и вперед, там коммунизм, или еще к там чему-то идем, шли вернее. Вот и вы точно так же задаете. У вас пенсия это какое-то такое освобождение, как звучит, может я так услышала. Так а если не, ничем себя, ну особо не напрягать, а заниматься чем-то таким хорошим и достойным, так может оно как-то и пенсия незаметно пройдет, и заморачиваться настолько не нужно. Ну вспомните, чем бы вам хотело заняться, вспомните или попробуйте услышать себя, в чем бы вы хотели разобраться. И чтобы это было, ну не только вам полезно, но и, собственно говоря, всем тем людям, которым бы вы могли это предложить, они бы вам за это заплатили деньги, для того, чтобы пенсия, когда могла в меч, не висела над вашей, ну наверное, все-таки мудрой головой, потому что прожив такой путь и занимаясь всю жизнь работой, вы чему-то классно научились. Может как-то скреативить, и как-то это во что-то, что-то преобразовать, какое-то такое достойное и хорошее, а не обрекать себя, вот что, вот выйду на пенсию и все. Что такое все? Все это, все разрушилось, и я теперь стала, и никому не нужна, и никто мне не позвонит, и никто меня не позовет, и вообще это вся в жизнь рухнуло. Зачем доводить до таких крайностей, когда жизнь нужно дополнять, чтобы она перетекала с одного в другое, с одного в другое? Тогда и все вот эти навязанные стереотипы, они в меньшей степени вас будут волновать. Ну, не делайте вы таких краеугольных вот этих отрезаний для того, чтобы каждый раз в ужасе становиться в ступоре, думать, как же так, все, жизнь закончилась. Работа – это, ну, это не жизнь. Это отдача времени и своих умений за какую-то иную сумму денег. Но вы в любой момент времени можете чем-то это дополнить. Из расчета развития до момента, когда вам, ну, допустим, больше не захочется идти на вашу работу, а у вас есть что-то интересное и достойное, чем бы вы готовы были заниматься, и это бы вас вдохновляло, это вас бы заряжало, и, собственно говоря, и приносило бы доход. Ну, подходите вы немножко по-другому. Вот, ну, гибкость мышления, она не дает напряжения. Если вы работаете руками, значит, нужно развивать там какое-то слово, там, ну, какой-то креативчик, что-то нужно делать такое. Если вы действительно какой-то классный специалист, ну, подумайте, может, методичку написать, может, там какой-то, ну, не знаю, курсы какие-то или что-то открыть. Ну, не может быть такого, что вам не хочется чем-то заняться, как передачей, тем более женщине, передачей тому, что вы умеете и знаете. Ну, почему же это пенсия, это все, вот это бах, отрезал топор и все, и как же мне к этому готовиться. Вы и хотите, и боитесь, но давайте определимся. Если мы хотим, то мы что-то делаем в параллель. Если мы боимся, ну, побоялись 15 минут, но потом все равно начинаем делать то, что хотим. Ну, побояться 15 минут в день, ну, попробуйте себе дать такое время. Это тоже иногда здорово помогает.